У меня в руках замечательное изделие от концерна Калашников. Это ВС АК-103. Вот только он охолощенный, хотя и патрон у него тот же, 7,62х39. Данный вид оружия относится к гражданскому. Об этом написано в статье 3.6 Закона об оружии. И правила его использования такие же, как и для любого другого гражданского оружия. Однако на списанное охолощенное оружие получение каких-либо лицензий на приобретение и хранение не требуется. Регистрация его также не требуется. Об этом сказано в статье 13 Закона об оружии. Ношение его само собой в зачехленном виде. Дабы не возникло проблем с представителем органа правопорядка, Лучше носить с собой паспорт изделия и сертификат на него. Данное изделие не является оружием боевым и не предназначено для поражения живой силы противника. Изделие деактивировано из боевого образца и имеет возможность имитации выстрела патроном свето-звукового действия без метаемого заряда, как в одиночном, так и в автоматическом режиме. Зачем он нужен? Об этом чуть позже. А пока давайте посмотрим, какие были внесены изменения в конструкцию. Произведем неполную разборку автомата. Неполная разборка. Произведено. В ствол варены три штифта. Это сделано для того, чтобы исключить возможность стрелять боевым патроном, а также для нормальной работы автоматики. Один из штифтов располагается в патроннике у пулевого входа. Тем самым при всем желании снарядить боевой патрон не получится. Еще один штифт располагается у дульного среза. Но при этом ДТК хорошо его скрывает. Это здорово. Сам ствол приварен к ствольной коробке. На боевом упоре сделана выборка. Под пластину, наваренную на затвор. Все основные части маркированы. Ствол. Ствольная коробка. Серийный номер. Затворная рама. И сам затвор. Благодаря такому диактиву взаимозаменяемость основных частей исключена. Зачем и для кого он нужен? Ну, во-первых, он нужен тем, кто, безусловно, любит оружие и может потратить огромную сумму на макет. Вы можете его разобрать, собрать. Вы можете на него смотреть. Вы можете смотреть на фотографию того, как вы на него смотрите. Вы можете его подарить. Либо вы можете подарить сумму в размере стоимости этого изделия. А вообще, такое оружие востребовано для съемок кинофильмов, например. Постановки различных реконструкций. В качестве учебного пособия для изучения конструкции оружия. Так как диактив у него минимальный, это будет действительно актуально. Также схопая оружие в целом, может представлять историческую ценность. Все это и есть на значении всего оружия. Небольшая ремарка. Охолощенное оружие, и в частности АК-103, может применяться в новомодной командно-тактической игре Фаерта. 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 Фаерта.